Здарова, Санёк. Здарова. Как твои дела? Нормально. Тут на днях один знакомый передал аудиокассету из своих архивов и упомянул Артура Леденёва. Он сказал, что вот здесь записи Артура Леденёва. Артур Леденёв это гитарист группы «Залп». Я правильно понимаю, да? Как-то так. Прослушав данную кассету, я понял, что в тот момент, по-моему, в самом начале, потому что запись это 93 года, думаю, барабанить там должен был ты. Так, Саш, давай-ка прослушаем вот чуть-чуть запись. Давай. Узнаёшь слоевого? Да, слоевого. А это почем ты стучишь? Я не помню, я плохо. Почему-то помню то время. Вспоминаешь те дни прекрасные? Да, да, да. Весёлые. Ты был тогда молод и горячий. Да. Ну да. Вот поэтому я пришёл к тебе и вот хочу тебе задать вопрос. Саша, вот это был ты? Ну да. Там у Артура в комнате. Он на гитаре. Рэмбо типа пел или рычал. А я линейками там, по книжкам, по бутылкам, по всяким. Так получается, вы вот собирались как бы дома у кого? У Артура. Вообще, расскажи мне чуть-чуть про Артура. Я вот его никогда не видел и даже его не знал никогда. Хотя Рэмбо про него много чего говорил. Нормальный пацан. Так. Играл на гитаре для тех времён. Ну, более-менее нормально. Вот. Вот. Ну, такие все Артур. Там знали его. Вот. В тусовке. Так. Ну, хороший музыкант. Так скажем. Вот. Артур, он все силы вкладывал в залп. Да, можно сказать, на нём всё и держалось. Вот. Хотел достичь какого-то уровня, чтобы играть так более-менее, ну, достойно. Артур всеми силами старался. Ну, как-то Рэмбо особо не стремился. Он уже на электронщину перешёл в то время. Такие, как Крафтверк, Фронт-242. Ну, такие вот банды слушал. Вот. Ну, и Артур как-то более, ну, разочаровался во всём. И плюнул так, и уехал в деревню жить. Сейчас даже не знаю, что с ним. И где он-то. Он жил на микрорайоне. Там, где ступа, то есть, да? Ну, на Бурово. Ступа ближе уже. Ага. Ступа жил в китайской стене. У длинной этой, девятиэтажкой. Ага. Картуру надо было заворачивать туда, ехать вниз ещё. Ну, там, в ебенях. Самых. Вот. Ну, а вот этот вот звук гитары, что это за гитара у вас была? Орфей. Орфей. Орфей Балахарский. Полуакустика. Ага. И вот это вот она такой, выдаёт такой какой-то тягучий, полудребезжащий звук. Ну, это я не знаю. Может, это... Может, это магнитофон тянул. А вы записывали на что? На кассетник или на бахни? На кассетник, да? То есть, это оригинальная запись получается. Круто. Рэмбо вообще говорил, что он единственный человек, который умел играть на гитаре. Ну, да. Поэтому такая у него оценка высокая была. Ну, для гитары, для Рэмбо это был шаг. Игры на гитаре. Ну, я понял тебя. Не, ну, в то время все, как бы, не очень хорошо играли на гитаре. Потому что не только по самоучителям, по каким-то там учились там. Ну, или кто в музыкальной школе, там, на первом курсе был. Не, ну, Артур, по-моему, он самоучка. Саш, ну, а вот бас-гитарист. Бас-гитарист у вас Заяц. Ну, Заяц, Алья, да. Ну, и что он там? Ну, он, как играл, он, конечно, не очень. Как Сидвишес. По одной струне. Ну, так, на сцене угар делал. Драйва придавал. Ну, а впоследствии, я так понимаю, там на барабанах лупил Игорь Циба. Да, да, Циба играл. Он единственный, кто хоть знал, как, что к чему там это, как барабанах, на барабанах играл. Тот-то настоящий, блядь, рокер. Он еще в школе тут заморачивался, у него группа «Гроза» была. Да, 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 я слушал там ее. Там у него барабаны были, он там. Он как-то привозил к нам на базу бобинный магнитофон с бобинами. Там он привез первый альбом группы «Залп» и вот свою группу «Гроза». Там даже вот твой знакомый Шульц поет. А, да. Да, да, он там тоже поет. Ну, да. Циба. Помню, он в этом, в афитеатре «За победой», аквариуме. Ну, такой вышел на сцену под датой Циба. Стояла барабанная установка, ну и там же одна на всех она, на сейшне. Он ее полил барабаны пивом. Сел, только они начали их обрубили сразу. Беспредельщики, беспредельщики. Напоили барабанную установку Хотели дать Бласт бит, не получилось Выключили Зато там потом вышел период льда Свою установку выставили Выкатили И как заиграли Период льда Понятно Да, время было то Очень интересное Время великих свершений Артур, протест Если увидишь это видео Большой привет Наверное, опомнешь Где-то, браток, не знаю Всех власть и удачи